В Верхневолжье продолжаются профилактические рейды, в ходе которых проверяется соблюдение всех мер безопасности, введенных из-за коронавируса. Инспектируются в первую очередь места массового скопления людей. В эту среду в Твери сотрудники Роспотребнадзора посетили медицинские учреждения города. Начиная с 9 ноября на фоне роста заболеваемости коронавирусом, областным властям пришлось ужесточить меры безопасности, введенные месяцем ранее. Раньше мы рекомендовали, сейчас вводим обязанность для работников магазинов и торговых центров обслуживать только тех посетителей, которые находятся в масках. Также, если человек просто зашел на территорию торгового центра, то он тоже должен надеть маску. Ответственность за это несет администрация торгового центра. Отметил Игорь Руденя. При этом в городах Верхневолжье регулярно идут проверки соблюдения всех этих требований. В среду такой рейд прошел в ряде учреждений здравоохранения. В больнице снабжена средствами защиты, но это было изначально, с момента открытия. Санитайзер? Да, санитайзер. Эти санитайзеры размещены на каждом этаже, также у каждого лифта для удобства. Значит, все снабжено рециркуляторами. Вот так администрации этой частной клиники пришлось отвечать на вопросы представителей Роспотребнадзора. Показывать, где находятся средства дезинфекции. Здесь все оказалось в порядке. Так же, как и в спортивно-оздоровительном центре. Там тоже соблюдаются все меры безопасности. А вот к ветеринарной лаборатории появились вопросы. Ее сотрудники признают, что стерильность соблюдать непросто. Животным не надеешь бахилы. Поэтому в нашем штате есть специальный человек, санитар, который после каждого животного дезинфицирует и стол приема животного, и пол, и ручки. То есть мы все дезинфицируем специальными средствами. Однако графика, где бы фиксировалось проведение каждой такой уборки, здесь не оказалось. Так же, как и журнал о проведении термометрии. На полу даже не были нанесены специальные линии, которые помогают посетителям соблюдать дистанцию друг от друга. В итоге сотрудникам Роспотребнадзора пришлось выдать предписание об устранении выявленных недостатков. На данный момент это носит как рекомендательный характер предписания. Но в случае повторения данных нарушений будет уже вынесен штраф на юридическое лицо и будет вынесен протокол по административным правонарушениям. За полтора месяца, когда в Тверской области было введено обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания, специалистами регионального управления Роспотребнадзора обследован 231 объект. В 77 выявлено нарушение. Выдано предписание, которое находится на контроле. Управление МВД по своей линии в ходе проверок выявило 388 нарушений. Напомним, что размеры штрафов для индивидуальных предпринимателей могут доходить до 150, а для юрлиц до 500 тысяч рублей.